Hi! Меня зовут Лена, и сегодня мы поговорим о наречиях образа действия. Adverbs of manner. Итак, наречия образа действия – это наречия, которые показывают, как или каким образом совершается действие. Эти наречия зависят от глагола, и вопрос, который мы задаем от этого глагола к наречию, звучит как how, то есть как, каким образом происходит действие. Давайте посмотрим на эти наречия на примерах. Например, she speaks quietly. Она говорит тихо. Слово quietly – это наречия образа действия, и оно зависит от глагола speaks. Говорит как, how, quietly. Давайте посмотрим на других примерах. Mark didn't sleep well last night. Здесь мы видим наречия образа действия well. Марк не спал хорошо прошлой ночи, то есть он спал плохо прошлой ночи. Здесь наречия образа действия well зависит от сказуемого did not sleep. We always wake up early. Мы всегда просыпаемся рано. Здесь наречие образа действия early зависит от глагола wake up. Просыпаемся как, рано. She quickly ate her dinner and ran out. В данном предложении у нас два глагола. Она быстро съела свой обед и убежала. В данном случае quickly зависит от глагола at. Съела как, быстро. They've been happily married for 10 years. Они счастливы женаты в течение 10 лет. Здесь слово happily зависит от слова женаты. Been married. Теперь давайте поговорим с вами о том, каким образом образуются наречия образа действия. Наречия образа действия образуются, как правило, от прилагательных. И самый распространенный способ – это следующее. Прилагательное. К нему добавляется суффикс ly. Давайте посмотрим. Например, прилагательное quiet – тихий. Мы добавляем суффикс ly и получается quietly – тихо. Наречие образа действия. Slow – медленный. Slowly – с помощью суффикса ly мы получили наречие. Sudden – неожиданный. Suddenly – неожиданно. Quick – быстрый. Quickly – быстро. Strong – сильный. Strongly – сильно. Теперь поговорим о случае, когда прилагательное, от которого мы образуем наречие, оканчивается на букву y. В этом случае при добавлении суффикса ly происходит изменение. А именно, буква y, на которую заканчивалось прилагательное, меняется на i. Давайте посмотрим на примере. Ready – готовый. Это прилагательное оканчивается на y. Значит, мы должны поменять y на i при добавлении суффикса. Получается readily – с готовностью, охотно. Или easy – легкий. На конце слова мы видим букву y. Значит, мы поменяем ее на i и добавим суффикс ly. Получается easily. Lazy – ленивый. Лазили – лениво. Marry – веселый. Marily – весело. Happy – счастливый. Happily – счастливо. Как видите, во всех этих случаях мы имеем дело с прилагателями, которые оканчиваются на букву y. И во всех наречиях, которые мы образовали, мы поменяли эту y на букву i. Об этом стоит помнить при образовании наречий образа действия. Следующий случай образования наречия заключается в следующем. А если наше прилагательное заканчивается на le, то в данном случае мы ничего не добавляем, но мы изменяем. А именно, эту самую букву i меняем на y. Посмотрим на примере. Possible – возможный. Мы видим, что прилагательное оканчивается на le. Это значит, что мы должны изменить это на ly. Получается possibly – возможно. Comfortable – удобный. Мы видим, что le – это букву, на которой заканчивается прилагательное. Следовательно, comfortably – удобно, комфортно. Understandable – понятный. Understandably – понятно. Следующий способ образования наречия образа действия касается прилагательных, которые оканчиваются на ic. Если перед нами такое прилагательное, то мы добавляем другой суффикс, а именно – all, y. Например, tragic – трагический. Данное прилагательное заканчивается на ic, как и в нашем правиле. Значит, получается наречие tragically – с помощью суффикса – a-l-l-y. Realistic – реалистичный. Realistically – реалистично. Fantastic – фантастический. Fantastically – фантастический. Теперь поговорим с вами о случаях, когда одно и то же слово может быть и прилагательным, и наречием. Например, первое слово в нашей таблице – это слово hard. Если hard – это прилагательное, то оно означает тяжелый. Например, a hard job – тяжелая работа. Если hard – это наречие, то оно уже связано не с существительным, как в этом примере, а уже с глаголом. Например, work hard. И в данном случае, когда hard является наречием, оно означает усердно. Work hard – значит работать усердно. Следующее слово – это fast. Если это прилагательное, то это слово означает быстрый. Например, a fast car – быстрая машина. Если это наречие, то это быстро. Drive fast – ехать быстро. Straight – это слово тоже может быть и прилагательным, и наречием. Если это прилагательное, то оно означает прямой. Например, straight hair – прямые волосы. Если это наречие, то это означает прямо. Sit straight – сидеть прямо. Early – если это прилагательное, это значит ранее. Например, an early morning – ранее утро. Get up early – в данном случае early наречие, оно связано с глаголом get up и означает рано. Вставать рано. Late – это слово тоже может быть и наречием, и прилагательным. Например, a late breakfast – поздний завтрак. Или это может быть поздно. Work late – работать поздно. High – это высокий или высоко. A high mountain – высокая гора. И то же самое слово, но уже наречие fly high – летать высоко. Слово wrong тоже может быть и прилагательным, и наречием. Например, the wrong answer – неправильный ответ. Или do wrong. Здесь это наречие означает неправильно, делать неправильно, совершать какие-то неправильные поступки. Теперь поговорим отдельно о словах good и well. Эти слова означают good – хороший, а well – хорошо. Эти слова не похожи друг на друга, и стоит запомнить, что именно good является прилагательным, а наречием является слово well, хотя они не похожи друг на друга. Давайте посмотрим на примере. We are good friends. Здесь мы работаем с прилагательным. Мы хорошие друзья. Но если нам нужны наречия, то перед нами well. I always sleep well. Я всегда сплю хорошо. И тем не менее есть исключения в этом случае. Иногда well является прилагательным. В том случае, когда мы скорее говорим о том, что человек хорошо себя чувствует, что человек в добром здравии. Обычно это происходит после вот таких глаголов. Be, look и get. После них мы используем well, но это уже прилагательное, а не наречие. Давайте посмотрим примеры. How are you? На данный вопрос мы можем ответить I'm well, имея в виду, что я себя хорошо чувствую. Я в порядке. You don't look very well. Ты не очень хорошо выглядишь. Или get well. В данном случае слово well употребляется со словом get, и дословно это переводится как становись здоровым, то есть поправляйся. Очень часто эту фразу можно увидеть на открытках, которые люди посылают друг к другу, желая скорейшего выздоровления. Итак, стоит запомнить, что good это прилагательное, а well это наречие, при том, что есть случаи, когда well выступает в роли прилагательного. Следующая пара это late и lately. Late это поздно, а lately это недавно, в последнее время. Посмотрим на примерах. Can you stay late? Можешь остаться поздно, то есть можешь немного задержаться. I've been very busy lately. Я был очень занят в последнее время, недавно. Следующая пара. Near и nearly. Near это возле, близко. А nearly не обязательно должно быть связано с пространством. Это означает почти. Сравните примеры. She lives somewhere near. Она живет где-то рядом. И I've nearly finished that book. Я почти, я практически дочитал эту книгу. Как видите, очень важно знать, что именно означает то или иное наречие. Поэтому эти наречия, их значение нужно звучить наизусть. Теперь поговорим с вами о том, где именно располагаются наречия образа действия в предложении. Как правило, наречия образа действия ставятся после глагола. Будем обозначать глагол буквой V от слова verb, а наречия от слова adverb буквой A красным. Итак, так как наречие неразрывно связано с глаголом, то, как правило, оно стоит после него. Посмотрите. She speaks quietly. Глагол, от которого зависит наречие, это speaks. И сначала идет этот глагол, а затем уже наречие quietly. Но если в предложении есть объект, то есть дополнение, на которое направлено действие, то наречие не может встать между глаголом и этим объектом. Оно должно идти после этого объекта. Например. He answered the question slowly. Он ответил на вопрос медленно. Здесь у нас идет сначала глагол answered, потом объект дополнения the question. И их нельзя разбивать наречием. И потом только идет наречие. Следующий вариант постановки наречия в предложении касается тех случаев, когда у нас в предложении есть либо модальный глагол, либо вспомогательный глагол. Model verb или auxiliary verb. В данном случае наречие образа действия ставится между этими глаголами, модальным или вспомогательным, и смысловым глаголом. Например. We can easily do it. В этом предложении перед нами модальный глагол can и смысловой глагол do. Наречие из ли в данном случае ставится между ними. Посмотрим, где еще может стоять наречие образа действия в предложении. Если мы хотим обратить внимание на это наречие, то есть сакцентировать внимание на том, каким именно образом выполнено действие, мы поставим наречие перед глаголом. Например. He angrily left the room. Он вышел из комнаты со злостью. Или мы можем поставить это наречие в самое начало предложения, таким образом тоже обратив внимание нашего собеседника именно на это наречие. Например. Suddenly I felt afraid. Неожиданно я почувствовал, что испугался. Или мы можем поставить в наречие образа действия в самый конец предложения, если, допустим, оно относится ко всему предложению в целом. Например. He always eats so fast. Он всегда ест так быстро. Теперь поговорим о глаголах, которые могут иметь несколько значений. И в зависимости от того, какое значение имеет данный глагол, он может присоединять к себе либо прилагательное, либо наречие. Ну, для начала три глагола, после которых идут всегда только прилагательные. Это глаголы be, become и seem. Be означает быть, и после него мы употребляем прилагательный. Например. Kate is nice. Kate милая. Kate является милой. Become становиться. It became cold. Стало холодно. И казаться. Seem. They seem friendly. Они казались дружелюбные. Итак, запомнили. После этих глаголов мы используем прилагательное, не наречие. Далее идут глаголы, которые имеют несколько значений. Например, глагол feel может обозначать чувствовать и может обозначать нащупывать. Например. I feel sick. В этом предложении feel это глагол, который обозначает чувствовать. Следовательно, после него употребляем прилагательное sick. То есть, я чувствую себя слабо. Я чувствую себя болезненно. Во втором примере. She felt the fabric carefully. Она потрогала материал осторожно. В данном случае feel означает уже другое. Она означает нащупать, трогать пальцами. Поэтому feel, в данной форме felt, идет вместе с наречием carefully. Felt carefully. Следующий глагол get. Get означает становиться. Как в примере it gets dark earlier here. Здесь рано становится темно. Или получать. Во втором случае мы употребляем уже наречие. They got help quickly. Они быстро получили помощь. Посмотрим следующие примеры, где нам встретятся глаголы, которые связаны с органами чувств. Например, look. Look означает либо выглядеть, либо смотреть. Если это выглядеть, то тогда после этого глагола мы используем прилагательное. Например, she looks sad. Она выглядит грустной. Если look это смотреть, означает смотреть, то тогда этот глагол идет вместе с наречием. Например, she looked at him quickly. Она посмотрела на него быстро. Следующий глагол taste. Иметь вкус. Или пробовать. Если мы говорим о том, что что-то имеет какой-то вкус, то в данном случае после taste мы употребляем прилагательное. Например, the pie tastes too salty. Пирог на вкус слишком соленый, то есть имеет слишком соленый вкус. Если taste это пробовать, то мы уже не можем использовать прилагательное. Мы можем использовать наречие. She tasted the soup slowly. Она попробовала суп медленно. Smell. Это либо пахнуть, либо нюхать. Пахнуть. Тогда мы используем прилагательное. The rose smells sweet. Роза пахнет сладко. Если нюхать, то прилагательное использовать уже нельзя. We smelled smoke suddenly. Мы почувствовали, унюхали запах дыма. Неожиданно. Мы можем использовать наречие suddenly в данном случае. Sound. Sound означает казаться или звучать. Например, that sounds great. Это кажется здоровым. Иногда мы и по-русски говорим, это звучит здорово. В данном случае мы используем прилагательное. The music sounds loudly. Музыка звучит громко. В данном случае мы имеем дело с фразой глагол плюс наречие. Appear. Appear означает либо казаться, либо появляться. Если казаться, то тогда мы используем прилагательное. She appeared nice. Она оказалась милой. Появляться. He suddenly appeared at the party. Он неожиданно появился на вечеринке. Эти глаголы требуют особого внимания. Всегда стоит думать о том, какое значение имеет данный глагол в конкретной ситуации. И уже выбирать либо наречие, либо прилагательное в зависимости от этого значения. Ну что, давайте потренируемся. Have a try. Fill in the gaps. Наша задача вставить нужное наречие в пропущенные места. Давайте сделаем первый пример вместе. She is a careful driver. Она аккуратный водитель. Что мы можем сказать про нее? She drives carefully. Как мы получили наречие carefully? Мы взяли слово careful из первого предложения и добавили суффикс ly. Теперь поставьте видео на паузу и попробуйте сделать это задание до конца. Ну что, давайте проверим. We are hard workers. Мы усердные работники. Значит, we work hard. Это как раз тот самый случай, когда одно и то же слово может быть и прилагательным, как в первом предложении, и наречием, как во втором предложении. He is a noisy eater. Он громкий едок, то есть человек, который ест громко. He eats noisily. Здесь мы тоже добавили к слову noisy суффикс ly. Но заметьте, что мы должны были y поменять на i. Это опять тот самый случай, когда одно и то же слово, fast, в данном примере, может быть и прилагательным, и наречием. Они быстро бегают, они быстро бегут, они бегают быстро. Я плохой певец, то есть я пою плохо. Мы просто добавили суффикс ly к слову bad. She is a good teacher. She teaches well. Это как раз тот самый интересный пример, где прилагательные и наречи имеют разные корни. Good – хороший, но хорошо – это well. You are energetic dancers. Вы энергичные танцоры. You dance energetically. В слове energetic мы видим I see на конце слова. Это значит, что суффикс, который поможет нам образовать наречие – a-l-l-y. Energetically. Это все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok